После того, как вы закончили МГИМО, вы часто меняли работу. Вот пунктирно, где вы работали и кем? Вообще-то не очень часто я меняла работу. Я довольно постоянно была. Часто менять работу каждые полгода или каждый год. Я кем только не работала при этом. Я вообще не часто меняла работу, но кем я только не работала. Да, но работу меняла не часто. Просто у меня широкие компетенции. Я много чего умею делать. Вообще моя трудовая деятельность началась в 15 лет на радиостанции «Эхо Москвы». Я была там инфореферентом, то есть человеком, который помогал новостникам готовить новости, монтировать сюжеты. Тогда еще были все эти пленочки, которые нужно было резать, но потом уже был компьютерный монтаж, брать интервью и так далее. История. Почему я там оказалась? Дело в том, что я, как я вам уже совершенно откровенно сказала, я не очень-то любила учиться в силу простого обстоятельства, что я не очень понимала, зачем мне это надо. И мне было не очень интересно. Какие-то предметы интересны, какие-то неинтересны. И я вдруг с отцом пришла на «Эхо Москвы», и отец говорит, ну, возьми мою дочь тут на стажировку. Видимо, у него была такая идея, что ты не хочешь учиться, иди работай. И я работала несколько месяцев. То есть после учебы я шла на работу. Полную смену, 12 ночи. Вот. Так я продержалась там несколько месяцев. Было очень тяжело было работать на «Эхо Москвы». Очень тяжело. Это была настоящая мясорубка. После этого я все-таки, по-моему, решила, что, может, лучше поучиться. Начала активно учиться и готовиться к поступлению в американский вуз. Потом пропускаем ГИМО, и я начала работать в такой финансовой компании, которая называлась Mercury Capital Trust. Дело в том, что я довольно рано вышла замуж в первый раз, и мой муж основал инвестиционную компанию. Рано это во сколько? Так, в 2007 году. Значит, в 23 года. Ну, это не рано. Я уже развелась, и не один раз. Ну, в общем, на тот момент, по хронологии. Вышла замуж, мой муж решил организовать инвестиционную компанию, и у нас такой был семейный бизнес. Вот как у вас с вашей супругой, только у вас медийный бизнес. Ну, это не бизнес, это любовь, радость. Вот, ну, я в широком смысле говорю бизнес. Дело. Дело, да. Да, у вас вот вы в медиа работаете, а мы с моим мужем, в силу его компетенции, он до этого в банке работал, сделали инвестиционную компанию такую небольшую. Я не буду углубляться в подробности того, чего мы делали, но это было связано с инвестированием на рынке акций. Вот, и я там занималась продажами. После того, как мой супруг решил со мной развестись, я осталась без работы и без жилья. Но я сняла потом квартиру, я как-то с тех пор постоянно снимаю квартиру. Это вообще было хорошо, потому что ты так неожиданно оказался в свободном плавании и в такой довольно холодной воде. А у меня была мечта, я очень хотела работать на телеканале РБК. Я знаю, что телеканал РБК был популярен в Украине. Это был другой РБК, это был РБК не пропагандистский, это был бизнес-канал, аналогичный вот Блумбергу, то, что мы знаем. У меня была невероятная мечта, я очень хотела рассказывать. Представляете, вот такая мечта про акции, про корпоративные новости, про мировую экономику, про Бена Бернанке на тот момент, главу Федеральной регионной системы и все такое прочее. Вот, и меня взяли туда на стажировку, и я начала вести программу рынки сначала. А у нас, кстати, там было очень интересно все в программе рынки, мы же без суфлера работали. То есть надо было в целом хорошо разбираться. Мы сами готовили эфиры, и надо было хорошо разбираться, в общем, в теме, о которой ты говоришь. У меня на тот момент было несколько уже сертификатов финансовых, тоже не буду углубляться, каких именно. Вот, и вот так я начала свою карьеру. Я не могу сказать, что это журналистика, но это такое, это такая финансовая аналитика, такая телевизионная для большого круга людей. Я ввела много там программ, уже впоследствии рынки «Глобальный взгляд», рынки. Потом мы с отцом, кстати, придумали, это, наверное, может быть интересно вашим телезрителям, такую забавную программу, которая имела коммерческий успех, потому что РБК продала эту программу инновационной компании «Финам». она называлась «Дневник спекулянта», где мы с Даной Борисовой, если вы такую еще помните. Кто же не помнит Дану Борисову? Ну, в общем, мы с Даной Борисовой соревновались на рынке Форекс. Кстати, сразу говорю, на Форексе не торгуйте. Это безумие. Тем более, что Даной Борисовой. Ну, неважно. Это была такая рекламная программа, это было смешно, и она есть, по-моему, до сих пор в Ютьюбе. Вот. Ну, и серьезные вела программы, в основном-то серьезные, а вечером, вот, Дневник спекулянта. Что еще? Ну, вы будете смеяться в январе 2014 года. Я даже брала интервью Дмитрия Медведева, причем в прямом эфире. Правда? И такое было. То есть до аннексии Крыма. Я сделала довольно неплохую карьеру на РБК. Ко мне очень хорошо относились. Мне действительно много доверяли разных программ. И мне все это очень нравилось. Если рассказываете что-то еще интересное про жизненное РБК, то когда я была ведущей, тогда умерла Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер была первым премьер-министром Великобритании. Первой женщиной премьер-министром Великобритании. А вот она-то на самом деле моего отца любила, и она приезжала к нам в Нижний Новгород, ну, в 2003 году, где она восхищалась все рыночными реформами, которые реализовал мой отец. И они потом еще несколько раз встречались у нее дома. И у меня возникло естественное желание папу своего пригласить к себе в эфир. И это, конечно, было своеобразно. Я долго думала, а как я должна к нему обращаться? Пап, там, ты, вы? Ну, я, по-моему, говорила ты, но все-таки не представила его. Это мой отец. Его зовут Борис Немцов. Я сказала, сопредседатель партии Парнас. Сегодня мы говорим о Маргарет Тэтчер. Вот он один раз у меня был в эфире. К сожалению, полная запись этого интервью не сохранилась. Хорошее было время. Казалось тогда, что это все невероятно трудно, а сейчас кажется, что это было золотое время. Ну, для меня совершенно точно. Вот, значит, я там долго проработала. Не надо думать, что это было один год. Почти пять лет я уволилась с РБК после убийства своего отца. По двум основаниям. Во-первых, я не безосновательно считала и знала, что на меня будет оказываться давление в связи с моей позицией по убийству. Я не только юридически потерпевшая в этом деле, я активно высказывалась почти с первого дня. И это считалось политическими заявлениями. Во-вторых, я хотела создавать фонд. В общем, это было уже на тот момент в России несовместимо с работой на телеканале РБК. И я ушла. И одновременно я переехала в Германию. И еще пять лет я была вашей коллегой. Я работала на Deutsche Welle. Это немецкая волна, немецкая медиакомпания. У меня там была программа. Называлась она «Немцовое интервью». Я очень много работала в вашей стране. Я думаю, я пять раз в год минимум ездила в Украину и брала интервью у ваших политиков и бизнесменов. Они, кстати, были намного более открытые ко мне, чем, скажем, политики в России. Уже все официальные лица точно не хотели давать мне интервью. А оппозиционеров у нас не так много. У всех у них я, конечно же, брала интервью. Вот. Было отличное время. Я была и в Украине, я была в Казахстане, в Армении, в Грузии. Я много чего узнала в разных других странах. Кстати, я знаю, что вы часто берете интервью у Бориса Джонсона. Вот. И я тоже у него брала интервью. Это было в 2018 году после отравления Скрипалей, когда он был главой форейн-офиса, то есть министром астрономных дел Великобритании. У меня было всего лишь 15 минут. Интервью получилось ничего. Вот. И пять лет одновременно я занималась фондом Немцова и работала на Deutsche Welle. А потом я решила уйти за Deutsche Welle, потому что я приняла решение, что мне нужно заниматься развитием своей организации. К сожалению, на двух работах работать крайне тяжело. Поэтому с 2020 года я работаю в фонде Немцова, я являюсь учредителем. Так как я сейчас живу в Праге, я еще и сотрудник философского факультета Карлова университета, где у нас аккредитована магистратура, которая называется «Российские исследования. Образовательная программа Бориса Немцова». И я, ну, де-факто ее руководитель, я занимаюсь расписанием и международным сотрудничеством. Я довольно неплохо разобралась в особенностях европейского образования за эти несколько лет, что мы реализуем этот проект. Так что у меня довольно широкие компетенции. Я завершила свою журналистскую карьеру в 2020 году. Вот. Единственное, что я делала, это подкаст «Другая Россия» с Беном Роудсом. Бен Роудс был советником Барака Обамы, президента США. А так я из журналистики полностью ушла. Когда семья переехала в Москву из Нижнего, вот до смерти, до убийства отца, вам часто удавалось с ним общаться? Или это редко было? Нет, часто. Более того, не после развода, а в последние годы я даже квартиру снимала рядом с ним. То есть я жила примерно в трех шагах от него. Ну, не в трех, но очень-очень близко. Да, мы часто общались. Мы ходили в рестораны, я к нему приезжала, мы занимались спортом. Я, кстати, ездила, когда была предвыборная компания в Ярославле в 2013 году его поддерживать. У нас были очень близкие отношения, мы общались много, да. То есть у нас не было такого формальных отношений, которые часто бывают между родителями и детьми, когда только по большим праздникам встречаешься и только ждешь, когда же все это закончится. У меня такого в семье никогда не было. Развод родителей трагедией для вас стал? Дело в том, что развод родителей произошел, если мне память не изменяет, в 2010 году. Я это хорошо помню, этот день, потому что это было по согласию. Мои родители продолжали общаться до последнего дня. И в последний раз мы с мамой ездили к отцу в Ярославль его навестить. Мы даже вместе все ехали на поезде. У меня родители сохранили очень хорошие отношения. В 2010 году они развелись. Но это было все очень мирно. Мы даже в ресторан потом пошли вместе с родителями. Ну, то есть они расстались раньше, они расстались в начале 2000-х, а развелись уже в 2010 году. Ну, неприятно, конечно, что я могу сказать. Особенно, когда я все-таки была человеком молодым тогда, и я не понимала, что жизнь столь сложна, и люди могут расставаться по разным причинам. Я не очень-то была довольна этим. Но потом как-то из-за того, что мои родители люди, я считаю, довольно умные, не скандальные, то им удалось сохранить хорошие отношения. Я думаю, что они перешли из разряда супружеских в разряд родственных. Во всяком случае, мама считает моего отца, ну, он ее бывший муж, но тем не менее, мне кажется, какие-то родственные отношения у нее есть, и моя мама много общается с родственниками моего папы до сих пор. Вы часто общались с отцом, и наверняка много обо всем разговаривали. Вот что вам больше всего запомнилось, какие-то, может, советы его, или какие-то ситуации? Вот если сейчас оглянуться назад. О, ну, так как мой отец был российским политиком оппозиционным, то в основном он любил говорить про Путина. Он постоянно говорил про Путина, и я пыталась сменить тему, но это было крайне сложно, потому что все время я заканчивал все равно Путиным. Это была его работа. О работе он говорил и в жизни. А смелюсь спросить, а что же он говорил про Путина? Ну, не то, что вы думаете, не то, что он сказал во время конференции в Киеве в 2014 году, но он действительно переживал и серьезно быть. Переживал за то, что происходит в России, и считал политику Путина глубоко ошибочной и крайне вредной для нашей страны. Он, конечно, когда был аннексирован Крым, говорил об этом очень много. Это, знаете, когда я говорю о Путине, я говорю в широком смысле о российской политике и о Путине, и о своей стратегии. Он был увлеченным человеком очень. Он, ну, на какие-то такие бытовые темы, мы, конечно, тоже говорили, но довольно мало. Еще у него была такая манера, он очень любил Фейсбук. Дело в том, что тогда на Фейсбук был очень популярной сетью в России, сейчас она заблокирована. Только вот он появился, набирал обороты. Отец много постов писал в Фейсбуке. И когда вроде бы... А, и сидел постоянно, естественно, в нем. А меня это раздражало, потому что, честно говоря, когда ты разговариваешь с человеком, вот я бы вам сейчас что-то рассказывала, вы бы сидели бы... Не знаю, где вы сидите, в Фейсбуке или в ТикТоке, я не знаю. Мне было бы неприятно. Ну и то же самое, конечно, с отцом. И когда я говорил, пап, хватит, давай отложи Фейсбук, он говорит, давай вместе пост напишем. То есть вовлечение меня в написание постов было. Главное, чтобы не отрываться. У нас не было таких, знаете, душераздирающих бесед, душеспасительных отца и дочери, где отец там наставляет дочь, говорит, вот так делай, вот так не делай. Я думаю, что отец сам прекрасно... Он не считал себя истиной в последней инстанции, кстати. И поэтому в таком покровительственном духе со мной не разговаривал. Ну, мне очень нравится одна вещь, которую я запомнила. Это такая формула. Отец очень любил формулами разными изъясняться. И вот то, что меня запомнилось и вдохновило, это звучит следующим образом. Если человек способный, но ленивый, он не способный. А если человек не очень способный, но не ленивый, он способный. Ну, класс. И, кстати, это правда. Конечно. Потому что, действительно, если ты много работаешь, и у тебя есть какие-то среднего уровня способности, ты можешь очень многого добиться. И вот это меня очень вдохновляло. А в остальном, ну, как любой отец поколения 50-60-х годов, он, конечно, переживал за то, что я не создала семью, не родила детей. Но как-то я ему уже сказала, пап, уже хватит это все обсуждать, что уже смирись с тем, что у тебя такая дочь. Больше каких-то там советов особых. Он очень хотел, чтобы я работала. А, вот еще какая история была. Дело в том, что когда аннексировали Крым, я была противником этого. А в России на тот момент, и это в буквальном смысле 90%, если не больше, приветствовали аннексию Крыма. И это касалось тоже моей работы. А мы еще были, РБК, информационным спонсором пара олимпийских игр. Поэтому мы как-то так беззубо все это освещали. А я довольно открыто говорила, что я против этого выступаю. Аннексии, там никакие там не повстанцы в Донбассе воюют, а регулярная российская армия, все прочее. И я с отцом, это мне делали выговоры. И более того, мне даже в студию звонили. У нас прямой эфир был, и можно было позвонить в студию даже. Некоторые выпуски были открыты для звонков. Люди звонили, что там наезжали на меня. Вот. И я отцу говорю, пап, слушай, ну, как бы ситуация накаляется, на меня оказывается хоть и небольшое, но все равно давление. А он говорит, ну, пока ты работаешь, и пока все-таки ты можешь говорить о том, что ты считаешь нужным, продолжай работать. Уволят, так уволят. Но главное, не надо подстраиваться под генеральную линию. Я не могу сказать, что РБК было таким супер-антиукраинским каналом. Такого не было. Но он был дико беззубым. А вот что еще произошло тогда, когда отец участвовал в моей карьере. Вот Дневник спекулянта, это была развлекательная программа, а была еще программа такая, обозреватель на РБК, как бы аналитическая. Да и правда аналитическая. Ее вел Игорь Виттель. Вы, может, его знаете. Ну, в общем, неважно, такой был ведущий. И он то ли в отпуске был. В общем, не было ведущего. Я была на замене. И мы обсуждали Минские соглашения. Если я не ошибаюсь, это был сентябрь 2014 года. И я отцу звоню, слушаю, говорю, ну, я, в общем, хотелось бы посоветоваться. Такая тема важная. Он говорит, ты пригласи не этих экспертов, а тех людей, которые реально принимают решения. И пусть они отвечают. Это действительно очень правильно. Потому что с экспертами говорить бесполезно. Ну, можно. Но лучше говорить с конкретно людьми, которые принимают решения, потому что они определяют политику. И тогда у нас была такая история. Мы пригласили тогда одного сепаратиста из Донбасса. Я, честно говоря, забыла, кого зовут. Но вы можете мне напомнить. Его уже убили, по-моему, даже. Вот. У нас был поставик. Захарченко. Не, не Захарченко, не Захарченко. Забыла, как его зовут. Пригласили. Вот этого я помню. Франца Клинцевича. Франца Клинцевича был. Десант. Совершенно верно. Он был тогда главой комитета по обороне Госдумы. Да, да. Они к нам ходили. Что этот сепаратист из Донбасса, что Клинцевич. Они ходили к нам спокойно, совершенно не ожидали никаких жестких вопросов. Все, все отлично. Я думаю, черт ничего себе, согласились. Вот. И пригласили. Тогда организовывался марш мира в Москве. И пригласили. Я сначала Касьянова пригласила. Он не смог. Тогда я пригласила Крамурзу. Ну, вот в таком составе. И я стала задавать вопросы неприятные. Они же тогда утверждали, что регулярная российская армия не воюет на территории Донбасса. А я ему говорю. А что это они... И он говорит, вот они, может быть, в отпуск поехали туда. Да, я говорю, да. Взяли танки и поехали в отпуск. Вот так я с ним разговаривала. Что-то, говорю, меня это как не убеждает. Программа была хорошая. Я помню, тогда было много комментариев, что наконец-то на РБК стали правду говорить. После этого, по-моему, Клинцевич, насколько я помню, даже позвонил нашему руководству и сказал, что за беспредел творится. А сепаратист, он вообще отключился. Ну, не потому, что он чего-то испугался, а просто у него связь оборвалась. Просто потому, что сепаратист. Ну, черт, забыла, как его зовут. Ну, ладно, не готовилась я к этому. Не суть. И потом мне уже руководство, редактор говорит, ну, Жанна, ты для нас цена как экономический обозреватель, а не как политический. С тех пор я политические программы на РБК не вела. Правда, я иногда еще заменяла программу санкции. Назвала такая программа санкции. И я тогда говорила, что Обама, Меркель, Оланд, по-моему, на тот момент был, предпринимают огромные усилия для урегулирования конфликта. И я помню, что руководитель мне позвонил и говорит, а Путин? Я говорю, а Путин нет. Путин виновник конфликта. Вот так мы и жили. Был отличный совет, да. Лучше всегда звать не экспертов, а тех, кто принимает решения.